Здравствуйте, уважаемые шашисты! Это видеокнига 25 ошибок новичка в шашках. Четвертая ошибка не читать книги. Этой ошибкой страдают не только молодые шашисты, но и даже опытные мастера и даже гроссмейстеры, как оказалось. То есть молодежь сейчас не очень любит читать шашечные книги, да и книги вообще это, конечно, большая ошибка. Но самым ярчайшим примером данной ошибки все-таки является матч за звание чемпионки мира по стаклеточным шашкам между Натальей Садовской и Тамарой Танцекужиной. В решающей партии попалась классическая позиция, коловая, и Наталья Садовская неправильно ее разыграла, в итоге получила худшую позицию и затем еще раз ошиблась и проиграла данный матч. На одном из стримов на канале Варцаби я задал Наталье вопрос, Наталья, сколько вы прочитали книг по шашкам за год? И Наталья честно призналась, респект ей за честность, что она не прочитала ни одной шашечной книги в течение года. Вот я считаю, друзья, что именно вот этот пробел в знаниях и являлся, так скажем, решающим фактором, благодаря которому Тамара Танцекужина все-таки смогла победить свою многоопытную соперницу. Наталья Садовская, я считаю, что по силе игры как минимум не уступает Тамаре Танцекужиной, но вот этот пробел в знаниях все-таки не позволил ей стать чемпионкой мира. Еще один пример хочется привести. И Валерий Евгеньевич Сафронов, ветеран Шашек, рассказывал тоже такой эпизод из его игротской карьеры. То есть однажды он играл на чемпионате России с гроссмейстером Олегом Дашковым и сумел поймать Олега Дашкова на вариант. Причем вариант старинный. Он, по-моему, указан был только в очень каких-то допотопных книгах, там древних, понимаете. Ну и вот Олег Дашков только за счет опыта смог все-таки найти ничью. Там сложнейшая ничья была. Он смог рассчитать все варианты и все-таки уравнял позицию. Еще раз скажу, за счет опыта, за счет своей силы игры, за счет расчета смог уравнять игру. Я не говорю, что Олег Дашков не читает книги. Я уверен, что Олег Николаевич читает книги. Но, друзья, в шашках тоже есть своего рода мода. Мода на варианты. То есть вот этот вариант уже, получается, вышел из моды и о нем просто-напросто забыли. А Валерий Евгеньевич, как ветеран, он помнил его и в нужный момент применил в игре со своим очень сильным соперником. То есть, друзья, что я хочу, какой вывод сделать? Книги надо читать не только, так сказать, современную литературу, но и даже очень старые книги. В них попадаются такие варианты, которые вышли из употребления, из моды. Но, тем не менее, их можно зачастую применять в игре и ловить своих соперников на вариант. И зачастую побеждать. Ну и из своей карьеры тоже хочется привести пример. Однажды играл в онлайн-турнире на Гамблере. И, знаете, занял только второе место. Первое место заняла, по-моему, 15-ти или 16-ти летняя девушка. Или девочка даже, правильнее будет сказать. И, друзья, в решающей партии, в которой я с ней играл, которую я не смог победить. Хотя у меня был выигрыш. То есть, проводка шашки С1 через поле С3. Именно через поле С3 там уже была, как бы, как сказать, позиция уже с шашкой на поле С3. А я вот эту позицию, я ее просто не знаю. Друзья, честно признаюсь. Я проводку С1 через поле Е3 знаю. А через С3 не знаю. И вот я ушел от этого варианта. И в итоге там уже выигрышей не оказалось. И я занял только второе место. То есть, друзья, также поплатился, так сказать, чемпионством за свои незнания. От этого не застрахован никто. Поэтому я всем настоятельно рекомендую читать шашечные книги. Ставьте лайк, если вы считаете так же. Подписывайтесь на канал. Поддержите мое творчество. До свидания.